Девочки, всем привет! Давно не виделись, но я рада вас видеть снова на своем канале. Сделаю я небольшой такой перерывчик в выпуске видео, устроила себе, можно сказать, что мини-отпуск. Но снова возвращаюсь к вам с новыми видео и начну, пожалуй, с видео вопрос-ответ. Сдавали вы мне вопросы под одним из моих видео, под одним из постов также. И вот сегодня я как раз на ваши вопросы и буду отвечать. Вопросы самые разные, расскажу и про свое образование, про свою работу, чем занимаюсь, про путешествия. Здесь есть вопросы, про то, вожу ли я в машину, есть ли у меня права, про детей, про второго ребенка. В общем, давайте уже начинать. Первый вопрос, на который хочу ответить, это такой, в общем-то, очень простой, но почему-то самый распространенный вопрос. Очень часто вы мне его задаете под самыми разными видео. Это вопрос, где мы живем, в каком городе мы живем. Мы живем в Нижнем Новгороде. Второй вопрос. Юля, здравствуйте, как боретесь с ленью, что и кто мотивирует на уборку? Я уже как-то рассказывала в каком-то из своих видео, что главным моим мотиватором на сегодняшний день является мой ребенок. Когда я вижу, что она играет на полу, на грязном полу, а дети это делают постоянно, то для меня это вот самая такая сильная мотивация постоянно поддерживать дом в чистоте. Второй момент, это, наверное, мое самочувствие и настроение. Когда вокруг меня бардак и грязь, я не могу чувствовать себя нормально, у меня портится сразу настроение, и, в общем-то, меня это сразу же демотивирует. Поэтому стараюсь, ну, хотя бы какой-то минимальный визуальный порядок все-таки вокруг себя поддерживать. И третий момент для меня мотиватором является съемка для вас видео. То есть, если мне нужно навести порядок, ну, такую глобальную какую-то работу сделать, я знаю, что это будет долго и нудно. Я уже вам говорила, кстати, что я не люблю убираться, и мне нужен мотиватор. В общем, тогда я беру камеру, и с камерой как-то все проходит проще, легче. Ну, действительно, какая-то энергия появляется на это. Хотя, если уборку снимаешь, не просто убираешься, но еще и снимаешь, то уборка затягивается, ну, процентов, наверное, на 20-30. То есть, ты дольше это все делаешь, потому что, естественно, постоянно и камеру переставлять, батарейки менять, карточка заполнилась, нужно файлы переписать заново. Ну, в общем, сами понимаете, все эти дела с камерами постоянные, да. Но почему-то, даже несмотря на это, мне это придает заряд энергии и мотивации. Мотивация. Знаю просто, что многих мотивирует просмотр видео, и вы мне многие пишите слова благодарности, пишите, что я вас на это мотивирую. Очень этому рада, очень рада, что вы мне даете эту обратную связь. Меня не мотивирует просмотр видео, но мотивирует съемка. Следующий вопрос. Есть ли у вас сдача и будут ли видео с дачи? У нас ситуация такая, что дача есть у нашей мамы, у моей мамы, и мы туда, ну, постоянно, чтенько летом наведываемся, но для того, чтобы помочь маме. Вести съемки с маминой дачи мне, честно говоря, как бы не очень комфортно, и особого смысла я не вижу, потому что, ну, там практически нет ничего такого, что делалось бы по моему вкусу, по тому, как хотелось бы мне. Нет, там ничего такого нет, и я не вижу, и не вижу даже поводов вам оттуда что-либо показывать. Мы туда катаемся помогать маме, и, в общем-то, этим мы занимаемся. Ничего интересного там нет. Но, но, я вам ни разу об этом не говорила, но весь предыдущий год, начиная, наверное, с весны, и весной, и летом, и осенью мы вели поиски земельного участка для строительства дома. Искали мы земельный участок недалеко от города, ну, примерно 15-20 километров от города, чтобы можно было жить там, в доме, допустим, да, и вести какой-то более-менее активный образ жизни в городе. Вот, и мне кажется, мы наконец-то нашли этот участок, вот совсем недавно, как раз в празднике в январске мы посмотрели участок, который нам очень понравился. Сейчас, в общем-то, решается вопрос с его покупкой. Я надеюсь, фу-фу-фу-фу, что все будет хорошо, мы приобретем этот участок. И в ближайших планах у нас как раз благоустройство этого участка, строительство там дома. Но, честно скажу, по поводу строительства пока не уверена, когда мы начнем, может быть, только в следующем году начнем строить дом. Но благоустраивать, наверное, уже и в этом году. В общем, в любом случае, какие-то видео оттуда, я думаю, что будут. Следующий вопрос. Часто тоже задаете мне вопрос про мое образование, про то, где работаю, где уже успела поработать, в каких сферах, где сейчас работаю, как совмещаешь и все успеваешь. Ну, давайте, наверное, тогда отвечу на этот вопрос. Начну с того, как я все успеваю. Девочки, никак не успеваю. Ну, вот вы видите, как выходят мои влоги, да, как часто. Никак не успеваю. Просто, опять же, чтобы вы понимали, на производство одного видеоролика мне нужно где-то около 20 часов. То есть это в среднем минимум, прям вот самый минимум, чтобы сделать для вас ролик. Я имею в виду монтаж без съемки. Это где-то 14 часов у меня уходило. Обычно все-таки около 20. Бывает, что и 30 часов уходит на один влог. Например, если брать какую-нибудь мотивацию на уборку, целый день уборки, да, то там очень долгий монтаж. Очень часто я реально монтирую эти влоги по 30 часов. То есть, представляете себе, 30 рабочих часов и где-то надо взять. То есть это либо после моей основной работы надо не спать, а монтировать. В выходные не отдыхать, а монтировать. Ну и вообще всегда, когда можно, только и делать, что монтировать. Но я как бы не робот. Я хочу и отдыхать, да, и семьей заниматься, и ребенком когда-то заниматься. Поэтому, ну, наверное, все-таки приходится в какие-то моменты от чего-то отказываться, расставлять приоритеты. И да, не все успеваю, к сожалению. Ну и далее, что касается моей работы и образования. Я вам уже где-то пару месяцев назад говорила, что вышла работа. До этого я работала из дома. И никогда вам, кстати, тоже не говорила, чем я занимаюсь. У меня был, в общем-то, есть свой интернет-магазин. Но я вам о нем никогда не рассказывала. Делала рекламу разных продуктов, товаров и услуг. Но вот свой интернет-магазин вам ни разу не рекламировала. Причина этому, наверное, то, что я его решила закрыть. И, в общем-то, это то, что меня сейчас уже не зажигает, не мотивирует. В общем, да, я его решила закрыть. И планировала, вот в прошлом году, в конце прошлого года, планировала закрыть свой интернет-магазин и полностью все усилия сосредоточить на YouTube. То есть заняться тем, что мне нравится. На данный момент, по крайней мере, да, то, что меня зажигает. И, в общем-то, даже уже приносит, на самом деле, ну, какой-то доход приносит. Но в конце прошлого года, в октябре, мне позвонили с моего прошлого места работы, с того места работы, где я работала до декрета. И попросили вернуться. Я не собиралась этого делать, потому что, ну, вот год назад у меня закончился декрет, и я написала заявление об увольнении. Была уверена, что никогда туда больше не вернусь, потому что, ну, замечательный коллектив, замечательная интересная работа. Ну, как-то вот мы с мужем за время моего декрета поняли, что нам, в плане, я имею в виду, финансов, достаточно того, что зарабатывает муж. Плюс я уже тогда, в этот момент, занималась своим интернет-магазином. То есть у меня, в общем-то, был уже тоже и свой доход. И как-то мне была ближе работа не на кого-то, а на себя, да. То есть все равно я в любом случае понимала, что мне куда-то в эту сторону хотелось бы двигаться. Да. Ну, и плюс я могла заниматься домом. То есть мы с мужем тогда решили, что, да, я, наверное, лучше уволюсь. И, конечно же, не собиралась никуда возвращаться. Но после вот звонка генерального директора я решила все-таки туда съездить, пообщаться. Ну, просто, знаете, даже элементарное изуважение, потому что очень хорошие отношения у меня остались с руководством, и вообще люди, коллектив там замечательный, работа сама по себе прекрасная. И я была уверена, что мы пообщаемся просто, но каждый в итоге все равно останется при своем мнении, что я была уверена, что я не выйду туда на работу. Рассказала про то, что я занимаюсь ютубом, что я это не собираюсь оставлять, что мне на это нужно время. И в итоге как-то так получилось, что меня уговорили выйти на работу. Меня заинтересовали, во-первых, проектами, во-вторых, предложили и хорошую должность, и хорошую зарплату. В общем, ребят, ну, правда, было очень сложно отказаться. Опять же, может быть, какая-то даже немножечко ностальгия у меня взыграла. То есть это, на самом деле, та деятельность, которой я занималась, ну, большую часть своей жизни. Я вам так, в общем, скажу, компания занимается созданием и продвижением интернет-проектов. Это крупнейшие интернет-проекты нашего города, Нижний Новгород, я напоминаю. И мне предложили должность руководителя отдела развития как раз-таки вот всех этих проектов. Конечно же, это, на самом деле, все непросто, но это очень интересно, и я решила попробовать. Ранее, кстати, до декрета я работала в этой компании руководителем одного из самых главных, крупнейших интернет-проектов этой компании. И чтобы вас это не удивляло, где, ну, вот, казалось бы, я блондинка, да? И где интернет-проекты, наверное, сразу же стоит сказать и о моем образовании. Я заканчивала университет имени Лобачевского в кусте вычислительной математики и кибернетики. По образованию я программист. Следующий вопрос. Юля, смотрит ли муж и родные ваши видео, как реагируют? Ребят, про мой YouTube-канал и про мои видео не знает никто из моих друзей, родственников и каких-то знакомых. Знает только муж. Один только муж. Ну и мой работодатель. Потому что когда я устраивалась на работу, то есть когда мы общались о моей дальнейшей работе, мне пришлось об этом рассказать. В связи с этим, в общем-то, работодатель мне предложил очень лояльные условия работы. Это тоже, кстати, был определяющим, одним из, наверное, определяющих факторов, почему я согласилась все-таки выйти на работу. Один рабочий день в неделю я не выхожу на работу. Я общаюсь с вами, занимаюсь своим YouTube-каналом. И как раз-таки мой работодатель об этом знает. Все, больше никто не знает муж и работодатель. Я пока не хочу никому рассказывать. Если кто-то наткнется на мои видео случайно, в общем-то, ничего страшного я в этом не вижу. То есть я не то, чтобы это скрываю, но вот прям как-то афишировать, рассказывать я об этом не хочу. Когда я снимаю видео, мне вот гораздо легче, если я думаю о том, что меня не смотрят мои знакомые. Просто мне психологически так легче. Хотя я понимаю прекрасно, что на любое видео может наткнуться там, не знаю, любой человек. Ну, ради бога. Но рассказывать я об этом никому не хочу. Следующий вопрос. Водишь ли ты машину? Если нет, то хотела бы. Машину... У меня стаж вождения где-то в 10 лет. Вот в этом году как раз осенью я меняла права. Включаю, сюда 10 лет. Ну, с небольшим. Активно водила машину. Я до декрета как раз ездила на работу. Ну, где-то я не помню, года 4, может быть, примерно. Вот я активно каждый день, утром, вечером, ну, и так по каким-то делам. Постоянно была за рулем. У нас в семье было две машины. На одной постоянно ездил муж, на второй я. Но вот сейчас, на данный момент, у меня нет необходимости иметь машину. Потому что, ну, во-первых, не так давно я на работу вышла. До этого все свои вопросы я могла решить. Ну, вот у нас такой микрорайон, что все, что мне нужно, есть у меня в шаговой доступности. Все магазины, не знаю, там, два магнита в шаговой доступности, две пятерочки в шаговой доступности, спар. Ну, то есть вот все. Пункты самовывоза, салоны красоты, клиники. Мне вообще никуда не надо ехать, у меня все есть в шаговой доступности. Если же у меня возникали такие моменты по работе, связанные с моим интернет-магазином, где-то пару раз в неделю мне приходилось уезжать по каким-то делам. В общем-то, я считала, что мне легче взять такси и съездить по этим делам, решить все вопросы и вернуться точно так же на такси. Это дешевле, чем содержать машину. Сейчас я вышла на работу, и да, мне приходится чаще выезжать, скажем так, дальше от дома, но у нас получается так, что у меня муж едет на работу мимо моей работы как раз в то время, когда мне там нужно быть. То есть у нас так удобно получается, что утром он меня забрасывает на работу и дальше уже едет на свою. А вечером я беру такси, и мне так, опять же, удобнее. Мы постоянно стоим в пробках, и вот это время, мне так его жалко, оно реально пропадает. Когда ты за рулем, ты ничего не можешь делать. Ну вот максимум, что я могла делать, это включить в себе какую-нибудь аудиокнигу и слушать. И то, что ты там воспринимаешь с этой аудиокниги, ну процентов может быть 30 информации, потому что все равно ты сосредоточен на дороге. Когда же я сейчас возвращаюсь домой на такси, я за эти 40 минут в дороге могу решить массу своих вопросов. Я и на почту могу ответить, и с кем-то о чем-то договориться, и еще там на какие-то сообщения ответить. Ну и вообще, в принципе, поработать, да, либо если я устала и у меня нет сил, я просто могу сесть и посмотреть какие-то видео, опять же, спланировать что-то. То есть я это время использую для себя рационально. Либо я работаю, либо отдыхаю, в общем, в любом случае решаю какие-то вопросы. Речь, по крайней мере, мне так больше нравится. Даже не планирую сейчас покупать себе отдельную машину. Если в выходные нам куда-то надо ехать, ну вот одна машина в семье у нас есть, и нам недостаточно. Меня это более чем устраивает. Мне нравится, когда меня возят. При этом, если мы, например, идем куда-то в гости, и муж, например, хочет выпить, то я, в принципе, да, могу сесть за руль и нас всех отвезти. Ну вот, кстати, к вопросу о покупке земельного участка за городом и строительстве дома. Конечно, когда мы построим этот дом, придется покупать мне, наверное, машину, потому что если ты живешь, ну, какое-то продолжительное время за городом, без развитой инфраструктуры рядом, без машины будет просто невозможно. Да, вот имейте в виду, те, кто собирается переезжать в свой дом, помимо того, что нужно купить или построить дом, дом, надо еще и машину купить на каждого члена семьи, я про расходы, да? Да. И, кстати, забыла похвалиться за весь вот мой стаж вождения 10 лет, ну, может быть, я не все 10 лет активно водила, ну, лет года 4-5 точно прям вот активно каждый день. За все это время у меня не было ни одной аварии. Ну, там пороги немножечко где-то помяла, об сугроб, но я думаю, что это не считается, это у всех было. Но вот таких вот аварий, где бы пришлось вызывать страховую или еще что-то, такого ничего не было. Хадя Азиза пишет, привет, Нилашка, привет, Хадя. Думаешь ли ты про второго малыша или достаточно? Ну, еще у меня были здесь вопросы про второго ребенка. Да, мы бы хотели второго ребенка, но вот пока на данный момент есть некоторые вопросы, связанные со здоровьем, пока нельзя, скажем так, ну, и будет нельзя еще некоторое время. Ну, как только врачи разрешат, я думаю, что мы будем работать над этим вопросом, ну, а там уж как получится. Не все, к сожалению, от нас зависит, но будем стараться. Следующий вопрос спрашивали меня про путешествия. Путешествовали ли мы где-то и где? Вообще, мы очень много путешествовали. У нас Алиса за, ну, тогда просто я помню, что считали, за три, по-моему, года своей жизни, первые три года жизни, у нее было, ну, вот сейчас уже не помню точную цифру, 20 с чем-то перелетов. Это ребенку было, ну, вот около трех лет, мы тогда считали. То есть мы очень много, на самом деле, раньше путешествовали. Сейчас, ну, я думаю, что вам понятно из-за вот этой всей обстановки мировой это делать невозможно. Ну, мы как-то стараемся не расстраиваться по этому поводу, просто эти усилия финансовые, ну, вот на данный момент хотим пустить в другое русло, займемся той же дачкой, дома, построением дома. Дай бог, чтобы это все не отнимало у нас все финансы, чтобы нам в дальнейшем еще было на что путешествовать. Но раньше, да, раньше мы очень много путешествовали. Когда я год назад открывала свой YouTube-канал, я думала, что и про это я вам тоже буду снимать, потому что путешествуем мы в основном как-то, ну, скажем так, не банально, без туроператоров. Мы сами организуем все свои путешествия, сами покупаем все билеты на самолеты, пароходы, ну, где там, чем там мы путешествуем, отели. То есть мы все сами организуем. И я, конечно, честно скажу, у меня на самом деле есть, что вам в этом плане рассказать, но просто, наверное, сейчас еще пока не время, не актуальная совершенно тема. Максимум, что я могу сделать, это, ну, может быть, из наших каких-то прошлых путешествий сделать, может быть, видео. И то, мне кажется, тоже сейчас мне очень будет интересно. И плюс мы не так много раньше снимали видео, в основном фоткались. Если бы я сейчас поехала в путешествие, конечно, мы бы, наверное, больше снимали. Но я думаю, что ситуация в мире рано или поздно все-таки решится, да, и мы вернемся к нашим путешествиям, потому что делать мы это очень любим. И буду, конечно же, и вас тоже брать с собой в наше путешествие. К вопросу о том, где мы были, мы тоже стараемся выбирать не самые, скажем так, банальные направления, я имею в виду ни Турцию, ни Египет, хотя в Турции мы тоже были, в Стамбуле. Но вообще нам очень нравится Азия. Мы были, ну, много где, как я считаю, были. Это и Сингапур, и Малайзия, на Филиппинах были. Самая отдаленная точка, где мы были, это, наверное, Марианские острова. Это между Японией и США. Марианские острова там, где Марианская впадина. В общем, надеюсь, что в скором времени вот эта вся ситуация мировая с всеми этими вирусами разрешится, и границы откроются, и мы сможем продолжить свои путешествия небанальные. Я смогу и вас тоже брать с собой наше путешествие, рассказывать вам о том, как можно, между прочим, довольно бюджетно объездить полмира. Ну и будем, наверное, на сегодня уже на этом прощаться. Я надеюсь, что вас не сильно сегодня утомило своей болтовнёй. У меня уже несколько видео для вас сейчас находятся в разработке новых видео, в том числе будут новые темы, на которые я раньше не снимала. Надеюсь, что вам понравится. Ставим пальчики вверх, подписываемся. Люблю вас. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok